Следующий у нас второй этап. Второй этап идет у нас даль, возле горы. Она ярко-синего цвета у нас. Скорее всего, даже она будет у нас не то, что голубая синяя. Сейчас мы посмотрим. Берем голубую краску. В некоторых местах в этой баночке можно найти именно голубую. На голубую идем. Можно, в принципе, развести вот здесь вот вместе с этой краской. Она будет тоже немножечко с оттенком у нас. Добавляем водичку. Еще немножко краски. И рисуем. Закрашиваем мы теперь вот эту вот полосочку. У нас получается второй этап. Закрашиваем мы ее полностью. То есть вот это вот вместе с деревьями. Деревья мы будем рисовать отдельно. Деревья у нас будут темно-синие. Немножечко они будут поменьше, чем тут нарисованы. Приступаем. Закрашиваем. Закрашиваем. Немножечко карандаш виден. Ну, здесь все равно будет сейчас еще второй слой. Потом третий. Если у вас вдруг вот так уже вот как у меня закончилась краска, ничего страшного. В двух случаях я ее брала вот из этой дырочки. О, сюда добавлю. Вот так вот. И продолжаем дальше. Можно прямо от кончика вот тут начать. Вот тут вот. Не бойтесь залезать на контур другого этапа. Закрашиваем. Это даже будет довольно красиво. Здесь у нас даже чуть-чуть она потоньше. Вот так вот. И продолжаем. Вот так вот. Ух ты. 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 Убираем еще синенькое. Не подрасчитала немножко, заканчивается она постоянно. Вот. Первый слой у нас нарисован, такой вот у нас первый слой голубой краски, ярко-голубой. Если вы боитесь, что все-таки он будет виден, можно сверху еще вот так нанести красочки, в любом случае там будут деревья, его видно не будет. Так, теперь мы разводим белую мы потом, немножечко сейчас фиолетовую, там была немножко у нас фиолетовая. Моем кисточку фиолетовую, разводим тут рядышком. Фиолетовая у нас будет немножечко с беленькой, можно даже чуточку голубой или даже синей добавить. беленькой добавим. Можете, кстати, до конца не промешивать, а немножечко вот так вот оставлять разводы в краске, они довольно тоже красиво смотрятся, когда вы берете вот так вот развод этот и наносите на лист, это очень красиво. Вот у нас краска уже закончила, ой, высохла. И мы вот так вот берем, немножко вот так прорисовываем этот фон. Далее, вдали там где-то, возможно там какие-нибудь, может быть, цветы растут, наверное, или там что-то еще. Вот, кисточку и сверху мы будем чуть-чуть сейчас добавлять белый. Вот, сейчас мы надеем синюю. можно немножечко синенькую вот добавить. Возьмем кисточку поменьше, я не помню, она, по-моему, тройку у меня вот эта, тоже старенькая кисточка, ее мы мочить не будем. Кисточку возьмем, чуть-чуть помешать. Вот, чуть-чуть поменьше, немножечко. Вот. И мы чуть-чуть вот так вот дадим. Вот, что, таким вот, такими мазками делаем. Делаем. Тоже там вдали где-то. Вот она у нас беленькая немножко смешалась. Вот. Теперь мы берем белый цвет. и вот тут мы прорисовываем белыми мазками вот так вот. Вот внизу. Немножечко даже повыше вот так вот. так как у нас там будут идти деревья. Вот они у нас идут вдали. Становится у нас картина преображается. Становится красивая. Рисовать поэтапно довольно интересно, так как именно сверху начинает преображаться картина. Сначала облака идут, горы, потом вот поля пойдут. То есть не как обычно стандартно все идут картина. Здесь именно по-другому. Сейчас вот мы прорисовываем, зарисовываем тут карандаш немножечко. Немножечко не с горы проделываем, рисуем. Белый он соприкасается вместе с синим. Получается светло-голубенький. Ну здесь вот пока вот влажненько тоже можно беленьким пройтись. Вот это там вот. Далее что-то такое. Теперь мы будем прорисовывать деревья. Деревья у нас будут синие. Вот этот вот цвет мы соберем и вот тут положим. Синие с белым. Немножечко, наверное, голубой сейчас добавим. Вот такой подсохший. Голубой взять вот отсюда. Немножечко. Можно поддобавить. Синенькое. Вот тут тоже темно. Немножечко добавим фиолетовый, чтобы оно немножечко потемнее было. Все-таки он там вдали у нас, вот так вот. До конца промешивать как следовательно не надо, просто красочку-то распределить по палитре, сейчас покажу. Не совсем наверно видно. Так, и теперь мы начинаем прорисовывать мелкие деревья. Они идут у нас как раз вот тут вот, по горизонту, здесь вот все вот, они вот так вот идут, идут. Где-то они у нас меньше становятся на уровне домика. Вот они идут совсем маленькие. Деревья мы рисуем просто вот мазками. Деревья мы рисуем тоже сначала. Сначала одной краской, потом у нас будет еще белым цветом прописывать, чтобы они были более натуральны, что будет выглядеть. Внизу можно. Внизу можно просто так чертить. Самое главное, что по нему тут вот были немножечко разные. Чтобы было видно, что это деревья, а не какие-то там что-то там непонятное. Тут еще немножечко идут большими. Тут можно увидеть большие. Тут можно вначале сделать тоже немножечко побольше. Закончилось. Возьмем еще раз. Синя. Сиолетовый. Немножко голубой. Если так же на кисточке много налиплено, может все так и делается. Скрип-стик просто в палитру, об стеночку. И продолжаем рисовать дальше. В принципе ничем особо не отличается цвет. Сделаем практически такой же получилось. Просто раз-раз тюк-тюк. Где-то вот у нас на уровне дома она уже совсем идет маленькая-маленькая, тоненькая там. какая-то лесопосадочка. Сюда можно на этот контур заезжать, ничего страшного. не будет. Водичку можно добавить. Проходим. Она так уменьшается, уменьшается. тут вот совсем тоненькая полосочка. Тоненькая. Может даже вот так вот. Теперь мы берем белую краску. Кисть мы не моем. Продолжаем этой же кистью. Лезем в белую краску. Или кто-то. Если боится, в принципе можно вот тут. Спираем немножко развести. Чтобы она не получилась слишком белая. И начинаем прорисовывать деревья сверху. Сверху немножечко они у нас будут сбоку. Если у вас немножечко остается по бокам где-то вот так вот белая краска, ее можно оставить. Тоже ничего страшного. До конца мы не прорисовываем. Только сверху чуть-чуть. Внизу там остается синий цвет. Тут тоже вот деревья. По серединке немножко кладем цветы. Здесь можно немножечко синеньким положить. Чтобы было поменьше белого. Тут вот тоже беленьким, беленьким. Видите, да? Видите, да? Как преображается он. Тут немножечко мы кладем. Тут синеньким еще. Ну и чуть-чуть вот тут у нас идет совсем маленькие. Уже, наверное, там кустики идут просто какие-то далекие. Уже, наверное, для спасаночка. Ну и их немножечко. Чтоб они показались объемнее. И чуть-чуть водички добавляем в палитру. Здесь немножечко поджимаем. Вот и. Вот тут внизу немножечко. Вот тут вот. Вот там оказались какие-то дырочки среди деревьев, которые видны тоже там. Да. Вот здесь вот тоже можно подрисовать чуть-чуть. Чтоб тут не казалось пустым. Вот. Вот у нас второй этап. Мы еще добавляем сейчас. На деревья мы добавим зелененькие. Так как они все-таки у нас деревья... Нет, не синие же, правильно? Они у нас зеленые все-таки. Но вдали они кажутся синими. Может там вдали уже вечер наступил. А у нас еще день только. Все цветет. Вот зеленая краска у меня уже высохла совсем. И сюда тоже. Большую кистью. Возьмем большую кисть. Сюда воды. Наберем. Берем ту же маленькую кисточку. Зеленой краской. Немножечко даже сейчас в этой краске высушим кисть. чтобы она не была... Кстати, чтобы кисть, допустим, была маленькой, узенькой, ее можно вот чуть-чуть вот так вот закрутить. Вот. Она будет такая узенькая. И ею мы немножечко вот по бокам зелененького положим. вот так вот. И тут вот чуть-чуть можно. Ну, чуть-чуть вот здесь вот. Тут вот так вот. Вот. Ну, вот у нас второй этап завершился. Теперь мы будем рисовать полянку. У нас идет полянка. Вот эта вот. Она у нас прорисовывается желтым цветом. Мы ее сейчас сначала тоже покрасим в белый цвет, чтобы она была светлая-светлая у нас. А потом желтенький. Давайте с вами сделаем небольшой перерывчик на пять минут. Я пока схожу поменяю воду. Потому что она совсем уже... Там синяя такая, смотрите, стала. Попьем с вами водички. И продолжим. Так что она с этим всего эстетиком? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...